здравия всем короткий видео обзор и немножко даже воспоминаний по поводу книг одного из моих любимых писателей виктора мясникова которых сожалению с нами больше нет царство небесное но тем не менее просто скажу пару слов по поводу вот этой вот книги как же много ею жилет еще живя в екатеринбурге у меня мама постоянно читала вот эту книгу и в какой-то момент мне стало интересно о чем она читает она показала мне эту книгу и начала читать слух и вот эта книга не тревожьте паука главным героем славкой пермяковым альпинистом у которого рэкетиры убили мать и он начал мстить за это то просто легендарная моими глазами книга причем виктор мясников потом ее дополнил еще и написал продолжение за что очень благодарен вот эта книга она по сути оригинальная она куплена как видно девяносто седьмом году и вот в этот год мне ее мама читала впервые скажем так то есть ну как правило такие книги мягкой обложке они конечно не рассчитаны на массового читателя к сожалению и они не рассчитаны на перечитывание скажем так то есть они как правило мягкая обложка почитал она потом вот разваливается ее просто-напросто выбрасывают макулатуру но я ее храню как память опять же здесь еще оригинальный текст виктора алексеевича он потом только насколько помню в 2005 если память изменяет дополнил ее прямо вот когда я перечитывал уже в онлайн варианте я сначала понять не мог почему такая разница потому что я помню буквально наизусть эту книгу и продолжение вообще все книги вектор средства полный буквально смысле наизусть потому что что я перечитываю просто зачитываюсь а говорю меня удивляет почему не снимает наш астроном от фильмов по таким книгам вот подобрать если актеров хороших актеров подобрать именно вот на главного героя но остальные ладно второстепенные рекетирует уже мелочь а вот именно главного героя если хорошо подобрать вот касательно славки пермякова было бы просто прекрасно просто вы отлично шикарный фильм был бы тем более если еще и продолжение снимать если первый релиз был бы прошел удачно скажем так то вообще была бы красота фильм был бы бестселлера мне кажется как в общем-то и книга как свое время так и на сегодня мне кажется многие многие любят виктора мясникова но не все понимают как показало время не все понимают также есть книга серия книг три книги о главном герое в овце меньшикове владимир меньшиков там главный герой тоже обалденные книги этот герой мне нравится я прямо закрываю глаза и вижу самого виктора алексеевича вот ну в общем то и здесь чувствуется что сам автор как будто бы по себе писал только наверное когда помоложе был как славка пермяков главный герой фильмы книги не тревожьте паука вот ну в общем прекрасная книга великий автор как ни крути вот буквально мне вот мне даже не хватает слов просто напросто чтобы описать насколько автор пишет прямо шикарные книги просто вот действительно о жизни которая в общем то она есть и главные герои они настолько изобретательные вот у него они настолько вот когда вот человек главный герой заводится в такую тупиковую ситуацию я обычный человеку просто потерялся просто бы ну все растворился бы в этом скажем так здесь же наоборот героя именно выкручивают из этих ситуаций из тупиковых вот это мне очень нравится это такая тонкая деталь всех героев виктора алексеевича что славки пермякова что в овца меньшикова в особенности и они всегда выкручиваются и вот это просто вот как мне помогло по жизни потому что кстати к слову сказать именно благодаря этой вот книге когда я ее читал еще в 90-х годах я увлекся альпинизмом как таковым то есть ну не серьезно конечно пока не рухнул с дерева на которым я тренировался то есть вот не получил небольшую травму я долго занимался альпинизмом пальцы у меня стали очень сильные после этого опять же много вот после в овца меньшикова я очень сильно увлекся камнями именно обработка это все благодаря виктору алексеевича его книгам то есть и ну я уж молчу про кулибнический скажем так направленности и способности это точно про меня скажем так и все это все вот благодаря именно вот этим книгам то есть многие дают какие-то рецензии в интернете пишут блендинки какие-то там в общем читают вот такие книги но это не скажу что это для таких вот девочек книги нет это все-таки сугубо мужские книги моими глазами они больше для мужчин да здесь есть и любовные скажем так сцены и даже кое-где эротические сцены что в этой серии книг что право овца меньшикова вот но все равно женщине будет сложно поймать понять потому что в книгах конечно сразу подчеркну ну и детям тоже в том числе очень много жестокости но мне кажется это жестокая реальность скорее с одной стороны кажется жестокость от главных героев а с другой стороны все равно автор оправдывает их и мы понимаем что это оправданная жестокость то что в принципе ну на нашем месте наверное каждый бы поступил бы так если бы у вас живьем сожгли мать как у главного героя не тревожьте паука славки пермякова чтобы вы сделали я думаю вы бы тоже мстили бы они просто забыли бы и жили бы дальше или как у овца меньшикова в целой трилогии книг начиная от игры по крупному заканчивая и изумруд камень смерти это уже последняя книга а в овце и людоеды утилизаторы это вторая книга то есть каждой книге он спасает женщину но в итоге вроде бы все развивается и секс и страсть но как главный герой сам говорит что главного достоинства у него нет денег то что все женщины прежде всего хотят деньги в мужчине видеть и в конечном итоге в третьей книге изумруд камень смерти все-таки в овец находит себя и находит свою женщину скажем так или даже она находит его да но это может быть я если будет интересно потом да даже не то что будет интересно я однозначно дам рецензии потому что сейчас я создал группу вконтакте посвященную памяти виктора алексеевича мясникова потому что вообще очень мало мало об этом человеке информации я хочу чтобы она была и как говорится осталось надолго и навсегда поэтому лично сам буду собирать различные материалы о нем все что буквально найду поэтому все буду добавлять туда и соответственно такие вот ну может быть нелепые рецензии но все-таки буду делиться потому что все равно люди должны знать как что где и почему не глазами девочек женщин и так далее все-таки глазами мужчин поэтому однозначно рекомендую этого автора однозначно рекомендую эти книги они очень 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 ну не то что это не нитши конечно они зигмунд фрейд меняет сознание хотел сказать но они вдохновляют они помогают посмотреть все-таки на суровую реальность глазами простого смертного это во первых а во вторых они помогают как мне помогли свое время именно любви к различным направлениям различным наукам а это много стоит я считаю поэтому я очень благодарен виктору алексеевичу мясникова благодарен маме за то что мы с ней вот эту книгу она мне когда-то читала 97 год господи сколько прошло времени это же ужас но вот я до сих пор я помню я до сих пор ее храню она у меня просто ну неприкосновенно останется только в рамку поставить и просто не трогать поэтому спасибо всем кто дослушал 8 минут наговорил но говорил я думаю по факту поэтому спасибо за внимание до встречи всем добра